Итак, всем доброго времени суток, и сегодня вышло очередное видео Очумелые письма! И сейчас мы, значит, засчитаем, с чего мне там народ пишет такого, да? Спрашивает, значит, страждущие пишут мне там всякое, понимаешь, первое письмо у нас тут от Оленьки, пишет нам Оля. Нужно ли есть протеин? Чем его польза и вред? И можно ли похудеть, если есть протеиновые батончики? Ну, Ольга, во-первых, если ты не будешь соблюдать калорийность своего рациона, а будешь переедать, то, конечно же, ты не похудеешь, даже если ты будешь есть один только протеин. Поэтому обязательно нужно сидеть на диете, желательно на низкокалорийной и, возможно, низкоуглеводной диете. Вот, ну а протеин это не панацея, и она, как бы эта добавка не поможет тебе похудеть, она лишь поможет поддержать тебе твой организм, чтобы не было катаболизма там, да, и чтобы поступали белки и все такое, аминокислоты. И, в общем, чтобы ты себя хорошо чувствовала. Поэтому, как бы, добавки имеет смысл принимать постоянно, не только на похудении. Так, следующий у нас. А чё это я тут написал? Я тут файлик подписал, придурок. Интересно, что это? Так, пишет нам Руслвен, я так понимаю, это Руслан, наверное, он хотел написать. Чё? Ну, он и пишет, блин. Я в шоке. Это чё, малолетка какая-то ещё, ребёнок пишет, не знаю. Так, мне врач вколол и сказал, будет хорошо работать пенис. Но, как вижу, мне, наоборот, не получилось. Мне на данный момент пенис никак не могу возбудиться. Чё это может быть? Это он, где он пишет, амнадрен. Ну, Руслвен, как бы, если ты уже контактируешь с врачом, то с ним на эту тему и общайся. А возбудиться, ну, я не знаю, попробую к женщине, например, поприставать, а не к каким-нибудь животным. Вот. Я не знаю, чё у тебя там такое. Во-первых, блин, нужно сдать ещё анализы на гормоны. В чём дело? Может быть, у тебя там пролактин зашкаливает? Потому что обычно, как бы, если повышенный эстрадиол, то это, как бы, не сильно бьёт потенции. Ну, оно в других сферах бьёт, психоэмоциональных. А пролактин вполне может. И можно, как говорится, схватить такой известный синдром Декодик. Ну, я так понимаю, у него там, в принципе, амнадрен был, поэтому Декодика нету. Но, скорее всего, пролактин повышен. И из-за этого, кстати, может быть с потенцией нелады. Поэтому бромокриптин тебе в помощь. Это ингибитор пролактина. Так, следующий у нас пишет. Пишет. Следующий у нас Анастасия. Подскажите, пожалуйста, я хочу накачать ягодицы, на тренировку не хожу, но, как... А, некогда. Ребёнок маленький. Что можно попить, чтобы вес набрать? Ну, во-первых, без тренировок попу никак не накачать. Поэтому тренироваться хоть как-нибудь да придётся. А если просто кушать и набирать вес, то, как бы, общая масса вырастет. Ну, чё-то где-то тоже округлеет. Ну, как бы, эстетическая форма будет не особо вас радовать. Поэтому обязательно тренировочки, физические нагрузки. У нас есть программы на сайте, как и у меня, так и на сайте Твой Тренер. Есть программы для домашних условий. И там, в принципе, на любой вкус и цвет можете себе подобрать. И также можете мне там и вопросы задать, собственно. Я вам подберу, если надо будет. Так, следующий у нас пишет. Я тут тоже так ругательно подписал файлик. Ну, не буду считать, ладно. Так, пишет нам Анна. Добрый день. Интересно получается, при расчёте диеты на жиросжигание высчитывается на 1300 килокалорий. А при расчёте на калькуляторе, чтобы поддерживать вес, 1700. А с учётом сушки 1500 калорий. Как всё-таки правильно... Какая всё-таки правильная цифра с учётом тренировок 4 раза в неделю? Много раз считала, что калории на сушке максимум убавляются на 10-20% от нормы килокалорий. И что если сильно снизить калораж на 1300, например, то организм будет, наоборот, запасать жиры. И верно ли это? Во-первых, при дефиците калорий жиры просто в принципе набираться не могут. Это знаете, как не налить бензина в бак автомобиля и при этом стоять жаловаться. Чё это он не едет? Нифига себе. Чё за фигня, блин? Пинать его там всякими этими самыми палками, ногами. В общем, всячески ругаться. Вот. Если бы вы ели на 1300 калорий, то вы бы худели. Но если вы набираете жир, значит вы кушаете много. Это означает, что либо нужно урезать калории, либо пересмотреть свой рацион. Значит вам надо безуглеводная диета. А если уже совсем, даже на 1300 умудряетесь набирать, а если такие люди, поверьте, значит надо много кардио делать и опять же урезать калории. Потому что всё дело в том, что может быть просто очень мало мышечной массы. А именно мышцы в организме сжигают больше всего калорий. И бывает такое, что у людей мяса очень мало, а при этом они питаются на 900 калорий и не худеют. Вот да, есть и такие, поверьте. И они думают, что у них там с гормонами что-то не так, что-то какая-то этот самый... Тело у них какие-то законы физики преодолевает. Прямо я вообще могу не есть, питаться энергией солнца и при этом набирать вес. Не может быть такого. Просто может быть очень мало мышечной массы, и из-за этого у вас не сжигается достаточно калорий, чтобы похудеть. Поэтому вам нужно очень много делать кардио, делать безуглеводку. А вообще лучший вариант это сначала набирать массу, наращивать мышцы, чтобы их было больше. И потом уже строить рельеф, строить фигуру. Так будет намного легче. Потому что в таком варианте, если у вас мышц мало, а вы сидите на диете и не худеете, можно топтаться на месте очень долго и даже навредить своему здоровью, кстати говоря. А не получить желаемый результат. То есть абсолютно противоположно получить. Итак, следующий у нас файл дурка. Пишет нам Валерия Сергеева. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, сколько мне нужно аминокислот съесть в день, чтобы были мои 50 граммов белка. Я чуть не понял, она что, собралась по 50 грамм аминокислот в день есть? Из расчета на грамм, из расчета 1 грамм белка на 1 килограмм массы тела. Я вешу 50 килограмм, не занимаюсь спортом, ничего себе не наращивать, не хочу худеть, тоже не хочу. Просто восполняю дефицит аминокислот при плохом питании. Ну, вообще, как бы, в принципе, если ты не хочешь ни набирать, ни худеть, и при этом ты спортом не занимаешься, то тебе вообще их есть не надо. Просто питаешься обычной пищей, кушаешь, там, блин, треть куриной грудки в день, там, блин, и тебе хватит. Как бы, так, читаем дальше. Так, не хочу, просто восполняю дефицит туда-сюда. Все было понятно 50 грамм в день, а теперь купила поваршок аминонитрат, и сколько грамм порошка в день принимать, непонятно, чтобы было то же самое, что и 50 грамм протеина. Равен ли 1 грамм аминокислот, не препарат, а самих аминок, 1 грамму белка? Если да, то почему производительная упаковка рекомендует 30 граммов аминок в день? Причем этой инструкции нет никаких рекомендаций по массе тела. Наверное, для 100 килограммового человека и 50 килограммов, все же, будет разная норма аминок в день. Просто написано, две теремерные ложки в день, буду признательно вам за помощь. Ну, как бы, в принципе, да, для 100 килограммового человека и 50 килограммового разное соотношение БЖУ, но нафига так много аминок есть? Вам это, в принципе, не надо. Можете кушать обычную мясу, вам, блин, я не знаю, 3 куриных голени в день и одно яйцо, вот так и вот так хватит. Все остальное тоже с пищей будет попадать и, как бы, ну, просто жрать, чтобы было, ну, я смысла не вижу. Ну, а так, аминокислоты, чтобы принимать, чтобы было нормально, это для всех один стандарт. Неважно, какой у тебя вес, организм возьмет столько аминокислот, сколько ему нужно. Сверх того, он взять просто, ну, в принципе, он не возьмет. И как ты не питайся, он больше напихать в него не получится. Организм же не дурной, правильно? Он знает, сколько ему надо и столько, значит, соберет полезных веществ. Вот. Что-то я мысль потерял. А что еще хотел сказать? Короче, блин, не надо столько аминокислот есть. Обычной еды вполне хватит вам и не нужно по этому поводу заморачиваться. А, и да, я хотел сказать, сколько нужно аминокислоты принимать. Аминокислоты вообще порция 5 граммов состоит, одна порция. Принимать нужно где-то 4 раза в день. Это утром натощак перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Ну, и можно еще, конечно же, на ночь один прием принять. То есть для поддержания, как говорится, штанов. Если вы занимающийся спортсмен, человек. Ну, если вы не занимающийся спортсмен, обычный человек, допустим, да, ведущий обычный образ жизни, законопослушного гражданина, то принимать нужно, ну, примерно 3 раза в день. Утром, в обед и вечером. И вам хватит вообще, позарец просто. Это просто. Так что вот такие вот сегодня письма были. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем видео. Будем ждать очередную порцию глупеньких вопросов. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok